В заводе «Стирол» произошел выброс аммиака из-за разгерметизации трубопровода. Аварийно-спасательная служба концерна в течение 30 минут ликвидировала неисправность, которая стала причиной выброса, однако на предприятии есть пострадавшие. Их 25 человек погибли. Ровно три года назад в городе Горловка произошла трагедия, которая унесла жизни шести человек. И этот день прошел в историю города, в историю предприятия трагичной полосы. Унес жизни шести человек. Этот день памятник для города Горловка. И мы должны были знать, принимать максимум метод, который им получился в дальнейшем, и чтить память тех, кто погибли и поддерживался. Сегодня Горловка обращалась с погибшими во время аварии на химическом предприятии «Стирол». Пятерых сотрудников, которые стали жертвами внезапного выброса аммиака во вторник, хранили на разных кладбищах города. Все расходы по организации траурных мероприятий взяло на себя предприятие. Директор департамента по проверению персоналами и социальных вопросов Закоблук Ирина Халовича. Паул Консенсирол. Сегодня, 5 августа, у нас дата, траурная дата. В 2013 году у нас погибли шесть человек, наших монтажников. Это как раз в честь, будем говорить, в дату 80-летия нашего предприятия. 6 августа при аварии разминицизации трубопроводового аммиака погибли наши товарищи. Бригадир монтажников Горбунов ценой своей жизни вынес шесть, на себе вынес шесть монтажников, которые в настоящее время живые. Сам при этом погиб. За это он награжден орденом замужества. Сегодня прошло три года. Мы поставили памятный знак там, где эти люди погибли, там, где они работали. Сегодня мы пригласили священнослужителей с храма нашего нерукотворного образа Христа Спасителя Архиматрида Тихона со своими священнослужителями осветить это место. Пригласили митинг на митинг мэра города и руководства нашего предприятия. Со времен войны мы вообще остановились, а аммиак перестали выпускать вот с 6 августа 2013 года. В настоящее время на предприятии ежедневно порядка 1100-1200 человек работают поддерживать предприятие для того, чтобы, если будет команда пуска, мы могли выпускаться и выпускать продукцию. Значит, все это время наш собственник Битвей Васильевич Ферташ платил и платит заработную плату всем трудящимся, значит, для того, чтобы сохранить наши предприятия. Поэтому сейчас мы в таком режиме. У нас единственное условие, вы понимаете, что это химинское предприятие. Самое первое условие, у нас война должна уйти порядка на 100 и больше километров, для того, чтобы сюда не попадали никакие снаряды. При этом, чтобы не получилось такой же аварии, тогда это мелкая-мелкая авария и 6 человек погибло. А вот если же мы начнем выпуск аммиака и заполним хранилище аммиачное, тогда это будет экологическая катастрофа для нашего региона. Не только, будем говорить, для Донбасса, это здесь и Харьковская, и до Киева, но и в связи с этим, куда будет, не будет. Мы в ждущем режиме в таком, все будет зависеть от военных действий, все будет зависеть от договоров на газ, потому что предприятие химическое выпускает генеральное удобрение. Главное сырье этого удобрения – это природный газ, который всегда у нас подавался соседям. У нас до войны была численность порядка 4,5 тысяч человек. Сейчас мы, будем говорить, потеряли порядка тысячи человек. Это люди повыезжали на родственные предприятия, были также специалисты, и много у нас ушло пенсионеров. Попадание у нас было одно в основном. Я вам скажу, я всю войну здесь пробыл, мы вытащили 11 поставиков, или как смерча здесь на Стироле. Это сбрасывались, активная часть этого снаряда сбрасывалась на мирный, там, по-моему, 10 домов тогда залило в 2014 год. А сюда уже летели вот эти упалваньки. Ну, это тоже опасные штуки, там, по 3, по 4 метра в землю они бетон разбивали, они здесь падали. И одно попадание у нас было. По-видимому, думали, что колонна стояла, это цех кислоты, который давно-давно не работает, какая-то такая. Мы думаем, даже это случайность. Вообще, на Стироле ничего нет.